Остановить эти бетономешалки не могут ни протесты Тбилиси, ни осуждения всего мирового сообщества. Мало внимания заказчики стройки обращают на выступления местных жителей и заявления экологов. Строительство идёт ударными темпами. Крым торопится создать прочные жилища до тысяч своих солдат, переброшенных на территорию Абхазии во время августовской войны. На военной технике ещё можно разглядеть маркировку миротворческих сил. Так, до 2008 года предпочитали называть себя российские военные. Инфраструктуру военную русские оккупационные силы строили для того, чтобы дать предвижение местного населения мирного на остальной части Грузии. Поэтому грузинская сторона неоднократно ставила вопрос о механизме международного безопасности. На оккупированных территориях строятся военные базы, и это ещё усугубляет то социальное напряжение, которое существует на оккупированных территориях. Это советский менталитет. Советские войска тоже находились на оккупированных территориях, и они только базы строили. Они не знают, как изменить государственность, как можно экономику поднять, наоборот, уменьшать военные расходы. Но это менталитет нынешнего российского государства, и это будет продолжаться на оккупированных территориях. Оставаться в Абхазии российские солдаты планируют надолго. На 49 лет подписан договор между сухумскими властями и Кремлем. Здесь, в сепартистском регионе Грузии, уже началось обустройство морских и воздушных баз. Российские самолёты без особых проблем смогут контролировать всё пространство Южного Кавказа. Тем более, что Кремль планирует разместить в этом приморском регионе самую новейшую военную технику, включая и ракетно-пушечные танки Т-90. Окупированные территории полезны и значимы для нас, но они не делают Россию великой державой. Российские руководители пытаются, всё равно не забыли свою истинную цель, это то есть завладение контроля над всей страной. Конечно, чтобы достичь этой цели, они наращивают военную мощь. Выводы российских баз территории страны Тбилиси требует уже давно. Поддерживает его и международное сообщество. Правда, пока только на словах. В Брюсселе и Нью-Йорке принимают новые осуждающие резолюции, а российские битномешалки продолжают заливать фундаменты военных городков в Абхазии и Схейнвальском регионе. Продолжение следует...